Теперь пойдем дальше. Смотрите, это накладывает серьезные ограничения вообще на все в жизни. Вот, например, если я считаю себя телом, то это значит, что у меня материальная концепция жизни вообще в целом. Это означает, что я считаю пищей белки, жиры, углеводы, витамины и калории. Я смотрю, сколько я калорий съел белков, жиров, углеводов. Это для меня пища. Другого понимания пищи у меня нет. Я не считаю, что что-то как-то по-другому можно к пище относиться. Это называется грубое самоотождествление, потому что есть другое понимание, что такое пища. Продукты все имеют психическую основу, не только материальную. Есть грубая материя и есть тонкая материя. Тонкая материя означает психика, характер. Все продукты имеют характер. Если ты считаешь калории, но не учитываешь характер, ну тогда ешь испражнения. Там калорий гораздо больше. Но характер пищи отвратительный. Чем и занимается свинья. Или ешь один белок чистый, чистый сахар, раздельное питание. Белки, жиры, углеводы, все раздельно. Чистый сахар, чистый белок. Вкусно? Нет. Почему тогда, откуда возникла эта теория? Она возникла из непонимания, что у пищи есть характер. Поэтому люди и смешивают разные блюда для того, чтобы этот характер дал тебе улучшение твоего характера. И тогда ты уже к пище относишься как к чему-то вкусному и прекрасному, а не просто к химии. Понимаете, вот эта грубая оценка себя как личности накладывает вообще грубое восприятие мира. И в конце концов философия становится такой же. Если я являюсь телом, то значит тело умирает. Это факт. Оно гниет. И если тело умирает, и я значит умираю, значит тогда пей, гуляй, веселись, живем одну жизнь. Надо просто быть счастливым любой ценой в этой жизни, потому что дальше ничего не будет. Некоторые говорят, да, может быть и будет что-то, но это буду уже не я. Это тоже заблуждение. Будешь именно ты. Я это увидел в своей жизни. Я вам открою тоже, приоткрою некоторый секрет. Ну то есть мне несколько снов снятся всю жизнь. И когда я начал анализировать эти сны, я увидел, что они не похожи ни на одно событие в этой жизни, а выглядят очень явно. События были похожи, но не такие, как во сне. И это дало мне ключ к выходу на прошлую жизнь. Я начал концентрироваться на этот сон, когда попал в него. Вспомнил себя в этом сне и начал по памяти искать это событие и нашел. Я увидел себя в другом теле. И это я. Но тело отличается. Но похоже на это, похоже. Вот. Тело отличается, оно другое. Здание более старое. Все как в фильмах старых. И примерно такая же жизнь похожая. Ну как бы этапы жизни, какие-то испытания, все очень похоже. Я был в шоке. Оказывается, вот так вот все. Мы остаемся теми же самыми, ничего не меняется. Просто мы получаем другое тело в соответствии с своими желаниями и поступками. Причем есть вообще здесь такие вещи, которые я даже вам не должен говорить. Потому что это эзотерические, тайные вещи. Ну раз сказал, уже все думают, давай рассказывай. Но это тайна. Вы не сможете все это понять. Понимаете, есть два настроя в жизни, два настроения. Одно настроение — это на развитие или на аскезу. Я хочу стать лучше. Это настроение достойно не только человеческой формы жизни, а также божественных форм различных. Есть различные ангелы, формы другие, выше нашей жизни. Более высокие формы жизни есть. Но если человек хочет счастья просто в жизни, он хочет счастья, то знайте, что все виды счастья, они закреплены за разными животными телами. В человеческой жизни счастье не предназначено. Мы не для счастья в теле человека родились, для побед над собой. И мужчины, и женщины. Все. Ну по-разному. Например, женщина не должна аскетичной быть. Она должна учиться любить, прощать. Она должна свою аскезу совершать в отношениях с людьми. А мужчина свою аскезу совершает в отношении с собой. Вот и вся разница. Женщина в отношении с собой не должна совершать сильно большие аскезы. Но аскезы какие-то нужны. Иначе даже здоровой не будешь. Женское тело не предназначено для того, чтобы себя сильно лишать всего. Но оно предназначено для того, чтобы совершать аскезы в заботе о других. Вот в чем оно предназначено, для чего. А мужское должен, мужчина должен себя совершать аскезы над собой. В этом цель человеческой жизни. И достоинство, чувство, достоинство, радость своей жизни человек получает, если он живет правильно, как человек. Но правда жизни такова, что если ты хочешь всем все доказать, всех ругаешь, постоянно злишься на всех, то для этого уже есть тело. Предназначено для того, чтобы легально, законно злиться, ругаться на всех. Что это за тело? Тело собаки. Правильно. Гавкай сколько хочешь, никто не сможет возражать. Ты имеешь полное право, потому что это тело предназначено для того, чтобы нагавкаться. Нет другой причины, зачем рождаться собака. Если ты, допустим, хочешь выспаться, тогда есть разные тела медведей. Пожалуйста, полгода в году спи, сколько хочешь. Еще каждый день на ночь. Мишка Каала, вообще он там два в одном у него. Он очень вкусно кушает, самую вкусную на земле пищу он кушает. Это листики дерева, на котором он висит. И он спит, целый день спит. Когда он проголодается, он открывает глаза и видит листик перед собой. Елла опять спит. У него глаза балдежные. Ни один миллиардер не сможет быть таким счастливым. Поверьте мне, ему ничего не надо, у него все хорошо. Круглый год, лето. Спит, ест, все. Счастье полное вообще. Посмотрите, домашнее задание. Возьмите животное, посмотрите в глаза, сравните со своими. Целью понять, у кого больше в глазах счастья. Вы увидите, что у животного в десятки раз больше счастья в глазах, чем у человека. Поэтому мы их держим. Они мои хорошие. Опасно. Итак, опасное самотождествление себя с телом. Отождествление себя с телом означает, что я нахожусь в состоянии глубокого эгоизма. Это самоотождествление себя с телом приводит к тому, что концепция половой жизни становится главной в жизни. Человек, который считает себя телом волей-неволей. Причем мы не можем от этого взять и уйти. Мы не можем, ой, я душа. Это невозможно, надо постепенно развиваться. Как определить, что у меня концепция тела? Я не могу оторваться от секса. Женщина от комфорта. То есть мужчина, для него секс это грубая идея. Ему надо наслаждаться женским телом все время. А женщина наслаждается комфортом. Если женщине постоянно вот эти картинки, вот этой комфортной жизни такой, нежной, ласковой, сняться, о мужчине секс, это значит, что они находятся на телесной концепции жизни. Это самая грубая концепция, которая не приводит человека никак в состояние любви к себе правильному. Ну, даже не любви к себе, а удовлетворенности. Вот слово «любовь» все неправильно. Надо не любить себя, а быть удовлетворенным своей судьбой. Ну, что, спасибо, Господи, все хорошо. Спасибо, я как бы выполняю свой долг перед моим рождением. Так, смотрите, если мы очень грубо ругаемся в семье, злимся друг на друга, хотим побеждать друг друга, если у нас не ограничен секс, мы не можем это контролировать, чем больше, тем лучше. Если нам сильно хочется мяса и вина, это все в одной связке находится, мои хорошие. Потому что, смотрите, считать себя телом, чтобы так жить, вот это сознание, телесная концепция должна питаться определенными силами. Есть три силы, которые питают эту концепцию телесную, которая не дает возможности нам понять, что мы не только душа, а даже психику. Ну, как бы на психическую платформу мы не можем встать. Мы не можем развивать свой характер. Если сознание пришло в психику, то оно начинает двигаться там. То есть развивается характер, я начинаю становиться смиреннее, лучше, нежнее, добрее, там, женщина, мужчина смелее, храбрее, ответственнее. Это значит, что сознание от тела оторвалось чуть-чуть и уже начинает жить в психике. Понимаете? Но если сознание погрязло в теле, то характер поменять невозможно. Люди ругаются, злятся. И потребность в этих трех вещах, которых я сказал, колоссальная. Потому что именно эти три вещи питают наше телесное сознание, телесную возможность жить. Энергия, когда с телом связана, в связке сильной находится сознание с телом, то человеку нужно три вещи. Первое. Ему нужно есть мясо. Потому что мясо — это грубое питание. С помощью насилия мы питаемся, с помощью другой жизни мы питаемся энергией, дающим телу радость. Есть тонкое насилие — это секс. То есть мы эксплуатируем чужое тело с целью питать свою телесную концепцию. И есть еще разжигание телесной концепции в жизни — это вино. И если человек говорит, я не могу без этого жить, не надо его мучить. Понимаете? Он просто вот на таком стадии развития — это его развитие. Некоторые люди говорят, поменяй свое развитие. Но это все равно, что взять ребенка так, и он взрослый. Невозможно. Поэтому не надо никого ни в чем обвинять. Каждый человек живет как может. Если ваш близкий человек ничего не хочет слышать, он очень грубо настроен, ему нужен секс. Не надо его уничтожать как личность. Нужно мясо, секс. Это значит, что человек вот так, пока так он настроен в жизни, у него есть такие возможности. Он сильно, его сознание сильно связано с телом. Это нормально. Это означает, что со временем все поменяется. Мы же развиваемся. Продолжение следует. Позд regulators? Поздorie? Поздorie? Поздorie, соответственно? Поздorie б всегда. П soybean может, подawa ни хором? Аль кого pum.. Помогу? Подождались.